Группа Ургабэнд и хрипционная база Мы уже с вами давным-давно общались, как вы можете охарактеризовать свою группу, вот в двух словах, чему вы посвятили свою жизнь? Мы посвятили свою жизнь, да. Вот, значит, возникла, это, наверное, шутка будет, семейный подряд, кто-то сказал сегодня. Наше дело всей жизни, вот я недавно вообще думал, что же движет человека вообще в его, я бы сейчас мог сказать, распространение русской культуры, либо там дань музыки, но на самом деле мне кажется, что всем движет интерес, просто интерес. Так получилось, что совпал наш интерес. Мне интересно заниматься музыкой, путешествовать, реализовывать себя. И мой интерес так плавненько перешел к фольклору русскому, так как я считаю, что это абсолютно недооцененная и неуслышанная ниша. То есть сейчас, мне кажется, как бы ренессанс фольклора, там и кельтская музыка, там и ирландцы танцуют, и из Кавказа очень распространенная становится музыка. Но вот именно русская традиционная песня, она недооценена и неправильно понята. Но также мне нравится и рок-музыка. И у нас, я надеюсь, что совпадают, вкусы совпадают. И в этом плане рок-музыка со своей энергией меня привлекает очень сильно, и хотелось бы как-то это дело объединить. Просто интерес совпал рок и фольклор. И вот если в двух словах, то это... делаем то, что нам интересно. Вот чем мы занимаемся. А я все чаще замечаю. От этого вопрос. Как вы разыгрываетесь? Честно говоря, никак вообще. В основном мы строим так программу свою, чтобы песни, которые в низкой тональности, в начале, а в высокой в конце, и все. А в плане игры, тут в принципе ничего такого сверхъестественного. Я играю практически всегда аккордами и рифами, и все очень... На репетиции вот ты приходишь, самое первое, что ты играешь. Ну, по настроению. В зависимости от того, вот чаще всего, вот если я сделал последнюю песню, и она у меня в голове крутится, естественно, я всегда сыграю последнюю песню, которая сейчас сделана. Ну и вообще, я стараюсь как бы не придерживаться какого-то плана, а придерживаться, самое главное, плана получать удовольствие от репетиции и от вообще процесса создания музыки. Поэтому ничего такого нету. Не распиваемся, не разыгрываемся, не распиваемся. Просто приходим и играем то, что вот на уме в данный момент. А ты как разыгрываешься на своем инструменте? Раз, раз, раз. И все. Я помню, как у меня бубен летел в первый раз. Потому что, кажется, да, ну что там на бубне? А от начала до конца, признаю все это можно сказать, что тамбурин непростой инструмент. Далеко не простой. А раньше мне говорили, что вот она там стоит, как дурочка. С этим бубном, попробуй поиграть. Попробуй два часа четко, каждая доля знать, где какая пауза, как бы это что же. Я вот помню, когда ты прям штыки воспринял эту идею, когда я сказал, ты будешь играть, подыграть она, ну как бы... Что там, большого ума не надо. Как позор какой-то воспринимался. Ну сейчас я, конечно же, уже так не думаю, и тамбурин является одним из моих любимых инструментов теперь. Да, 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 да. И между прочим, вот я хочу про Свету сказать, что помимо, вот для группы важно, помимо качественного звука, идеи, энергия на сцене. Вот Света у нас выдает отлично, она вот как прирожденная артистка, она выдает очень хорошую энергию на сцене. То есть и мы взаимодействуем с ней, и мне легче, потому что без этого никак. Мы поярки, ой, ждали те уряды, верьте улады, не допустим пара, скоро годам. Не выпустим пара, не выпустим пара. Скоро года, Скоро года, Скоро года, Скоро года, а на горе мак... Ну что? Только мы влево начинаем, тут. Музыка. Ты когда был музыкантом рок, только рок-музыкантом, как к этому пришел, что играл, где выступал? Ну там уже тоже, сейчас я вспомню. А ну вообще, с чего началось? Началось с того, что раньше же не было интернета, и приходили с жесткими дисками друг к другу, друзья. У вас так же был, жесткий принес? Нет, у нас ни у кого не было компьютеров. А, да, ну вот я помню, вот после школы, вот это вот 11 класс, да, в 11 класс у меня появился компьютер, и стали мы либо с дисками приходить, либо с жесткими, и у всех была папка музыка, и заходишь в себе в папку музыка, и постепенно ее наращиваешь. И вот как-то ко мне пришел друг, и у меня уже свой плейлист, и он слушает, он говорит, а ты что, рокер что ли? А я даже не знал, ну что это, почему, у тебя один рок играет, и тогда я, о, интересно, а я, значит, рок люблю. И потом мне еще дали диск, акустический концерт Виктора Цоя, и мне так это вообще взяло, так понравилось, я начал разучивать все эти песни, играть на гитаре, и потом это постепенно переросло. Когда ты слушаешь, ты начинаешь скопировать, потом у тебя на основе наслушанного возникает что-то свое, я начал писать свои песни, собрал группу. Там тоже составы менялись. Положу я коды лицу на беконцы, Сама пойду, падаю лиц на ясный солнце, Остарей не пускает, Остарей не пускает, Воздухая коды лицу закрываю, Сама пойду на улицу погуляю, Остарей не пускает, Ага, ну вообще конечная цель, То есть я бы сказал, что вот все, Это выступление, Ну, например, на Красной площади, Когда полная площадь народу, Когда все знают песни, Несмотря на то, что у них такой сложный язык, С аудиозаписью, с видео, Отлично, чтобы все сделано, Ну или в Олимпийском, Ну вот в общем крупный такой мощный концерт, И я бы уже сказал, все, теперь мы там едем куда-нибудь, Как делится, все, я устал, я ухожу, Да, да, все, я устал, я ухожу, Но на самом деле, трудно наперед сказать, Потом какие возникнут интересы, Но я думаю, что вот для меня, Вот это как бы точка, И вот если я закрываю глаза, Красная площадь, Или стадион, Или стадион, да, стадион, Или Красная площадь, И обязательно звукозапись и аудиозапись, Чтобы вышел DVD, Юрга на Красной площади, Все, теперь уже основная цель выполнена, Как бы солдат стал генералом, Грубо говоря, вот такая вот. Калена, калянушка черная, Смородина черная, Смородина зелена, Половая калена, Калянушка черная, Смородина колеском, Извежана в обучке, Полисанна калена, Калянушка черная, 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 Очень крутые тапочки По-вашему, какими качествами должен обладать музыкант И в частности тот, который занимается фолком Ну вот у меня два критерия Во-первых, психологический То есть в любой группе, ну вы все играете в группе Вы знаете, что есть элемент, как бы не относящийся к музыке Это психологическая совместимость Это человек, который должен понимать то, что ты часть целого А не целая, да То есть что ты должен Этот человек должен понимать свою роль четкую И максимально четко должны быть сразу обговорены И либо быть поняты права и обязанности Но самое основное, это ты часть целого То есть уже есть Мы уже без любого музыканта движемся и можем То есть это нам и так хорошо И человеку должно быть, он тоже должен быть самодостаточным И хорошим, без нас тоже нормально Вот он встает и встраивается в организм уже работающий Это первое, психологическая совместимость Спокойствие, адекватность Возможность признать свои ошибки Возможность уметь разговаривать, договариваться Если какие-то есть, ну Что-то в голове происходит Не накручивать себе, да В общем взрослый должен быть человек Взрослый, психологически взрослый И второе, я бы все-таки Я не знаю, Света, ты за или нет Но я бы все-таки женский вокал бы еще добавил Мы, кстати, записали альбом с другим женским вокалом И мне бы хотелось чисто технически Чтобы этот женский вокал еще умел играть На синтезаторе, например Понятно, конечно Трех, потому что народная музыка Это трехголосие, минимум три голоса Середина, уходит иногда на низ И верхний голос, как в народе говорит, выводит И это обязательно трехголосие И этим трехголосием в первую очередь И берет русская музыка У нас когда состав сократился Есть часть моно-голосных песен В один голос И мы начали их заниматься Ими их записывать Записали И есть, например, вокалистка Которая помогает нам с двухголосием В омске мы записываем Но именно для выступлений Нужна вокалистка Которая умеет петь вверх 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 Умеет петь вверх И желательно Я уже, с точки зрения количества людей Умеет владеть еще одним инструментом Чтобы петь и играть И любой человек Вот в идеале было Который играет Даже там На басу или на барабанах Но на барабанах в меньшей степени Но если он бы еще пел Это было бы вообще отлично А нет никакого внутреннего диссонанса? Когда ты сейчас сказал, что На клавишах должна играть Или на барабанах В русских инструментах не было Ни барабанов, ни клавиш Вот отличный вопрос У меня уже даже готовый ответ есть Вот если бы в русскую деревню Просто проезжающий какой-то путешественник Оставил бы джемби Они бы взяли и бы играли на джемби Что такое фольклорный инструмент? Это мы берем из того, что есть Как бы И я считаю, что для меня Нету таких ограничений В народ В каком-то должно быть там Балалайка или гусли Я играю на балалайке Но не играю на гуслях Например И мне их просто не попадалось никогда То есть я использую то, что есть И именно Вот что я бы оставил в юрге Это вокал народный Построение мелодии народное И многоголосие Оно сразу дает свой жесткий отпечаток То, что это необычный рок Но если добавятся какие-то этноинструменты Это тоже классно Особенно для акустического состава Я не против Я только за Смотрите и слышите Только хорошую музыку Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Субтитры сделал DimaTorzok